Разбойное нападение на магазин произошло в Наринмаре. Сообщение об этом поступило в дежурную часть полиции. Угрожая продавцу ножом, злоумышленник потребовал отдать ему 10 тысяч рублей. Субботний вечер запомнится Наталье надолго. В этот день посетители магазина, как обычно, заходили за свежими овощами и фруктами. Казалось бы, все спокойно. Но после того, как торговый зал ненадолго опустел, в помещение вошел неизвестный мужчина. На нем была одета шапка с прорезями для глаз, а в руках большой нож. В маске с ножом приблизился к моей витрине и, угрожая, стал требовать деньги в сумме 10 тысяч рублей. Я пыталась его как-то отговорить, ну, испугалась, естественно, пыталась его как-то отговорить, чтобы он вышел, чтобы он этого не делал. Ну, это, на мое счастье, просто в магазин зашел покупатель. И он просто испугался, ну, он его спугнул. Злоумышленник в маске скрылся в неизвестном направлении. Перепуганный продавец сначала позвонила владельцу магазина, а после они обратились в дежурную часть полиции. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступление по горячим следам. Была установлена личность гражданина, совершившего разбойные нападения на овощной магазин. Им стал житель Наримара, 1977 года рождения. В ходе опроса злоумышленника сотрудникам полиции стало известно, что пойти на это преступление его поводило сложное финансовое положение. В настоящее время злоумышленник задержан сотрудниками полиции. Ими находится управление Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновные будут наказаны. И все же владельцы магазинов следует уделить больше внимания безопасности своих работников. Об этом говорилось и на расширенном совещании при губернаторе округа. Изучены были практически все торговые учреждения города Наримар, поселка Искателя. К сожалению, показала практически половина наших торговых учреждений сегодня не оборудованы ни кнопкой тревожного вызова полиции, либо другие частные охраны предприятий, либо с выводом охранно-пожарной сигнализации на пульт централизованной охраны. Обращаюсь к ответственным лицам. У МВД будет работать по каждому торговому объекту. Также в торговых залах устанавливают камеры видеонаблюдения. Стоят они, конечно, немало, но человеческая жизнь намного дороже.